Лоих Раджабов не первый боец, но Лоих Раджабов, ты по сути уже подписал другого бойца, его имя Самандар Муродов. Расскажи, пожалуйста, что с его контрактом? Я потом позвонил Самандару, он поднял трубку. Я говорю, эй, два вопроса. Какой твой вес, если у тебя травма? Чтобы вы знали, для UFC Таджикистан, Узбекистан, вот эти все страны, Азербайджан даже, для них это Россия. Они это называют Россией. Когда я говорю Самандар, я имею в виду Средняя Азия, Европа и вся Россия. Это один из топовых бойцов в этих регионах. И никто не сможет это оскорить, это правда. Или есть ли желание у UFC провести свой турнир на территории Средней Азии? У Таджикистана есть все возможности турнир провести, потому что мы уже провели чемпионат Азии. Едут же UFC Лондон, UFC Абу-Даби. Представь, UFC Душанбе будет. Иншалла, один день. Придет время. Сейчас мы знаем, что Таджикистан как минимум входит в топ-3 лучших стран любительского ММА, если не номер один. Пересечение границы – дело непростое и небезопасное. Я всегда рекомендую надежных и проверенных людей. Пересекайте границу безопасно, с комфортом и с надежными людьми. «Шамс Экспресс» – более 10 лет опыта работы. Подробная информация в описании. Лоих Раджабов не первый боец. Лоих Раджабов, ты, по сути, уже подписал другого бойца, его имя Самандар Муродов. Расскажи, пожалуйста, что с его контрактом? Я знаю, что ты с Раджабали Байонова, нашим братом, тоже был на связи. Вот как раз таки, по сути, с Раджабали Байонова ты и узнал о многих таджикских бойцах. О таком бойце, перспективном, молодом, моем братишке, как Самандар Муродов. Да, Раджабали на самом деле очень много делает для этих ребят. Я его за это очень уважаю, потому что, ну, понятное дело, у всех есть свои дела, да? Можно чем заняться, но он вот это все оставляет в сторону и помогает вот этим людям. Некоторые из них, они, может, даже не знали об этом спорте, но он где-то их увидел, привел в спортзал, они начали тренироваться, потихоньку их продвигает, находит спонсоров. Он тоже многое сделал для таджикского ММА. Согласен. И где-то в двадцатом году, во время пандемии, мы познакомились с Раджабали, и он начал мне говорить об этих бойцах, о которых я раньше не знал. И я начал смотреть, и тогда, в двадцатом году, во время пандемии, очень много бойцов на коротком уведомлении подписывали. Потому что не хватало бойцов, границы были закрыты, знаешь. В Америке они весь талант, который был, в Америке использовали. Весь ресурс. Ты пойми, что каждый год есть определенная цифра ресурсов, талантов, которые находятся в индустрии ММА, которые готовы уже, или полуготовый продукт к тому, чтобы они выступали в UFC. UFC их всех использовал. Обычно они оставляют, чтобы эти бойцы, которые могли бы, они в следующем году попасть в UFC, да, или два года спустя, у них карьера там 5-0, 6-0, знаешь, они их оставляют, пусть они там чуть-чуть еще в боев наберут, и потом подписывают. Но вот всех этих ребят они подписали, и им нужны были бойцы. И мы начали разговаривать о визе, как сделать так, чтобы этих ребят сюда привезти. Но у некоторых были контракты с организациями там в России, и с визой были проблемы тогда. Очень тяжело было получать визу. Но вот так мы начали с ним поддерживать связь, и до сих пор поддерживаем. В октябре месяце, когда Ислам должен был за титул подраться с Чарльзом Оливерой, где-то 8 дней до боя матчмейкер UFC вышел на связь с нами и сказал... Кто из матчмейкеров? Шан Шелби. В турнире Road to UFC слетел один соперник, один из соперников на 7-7 килограмм, и мне нужен боец. Это я даже не раздумывая, я знал, кто это. Я позвонил ему, Самандару я помню. Я всем звонил. Я сначала звонил Раджибали, так как этот человек его поднял, он всегда с ним. Я из уважения сначала позвонил Раджибали. Ватсап, Инстаграм, Вайбер, Фейстайм, прямой международный звонок, нету ответа. Думаю, слушай, я опять разными способами попробовал. Может, человек спит. Потому что у нас был вечер. Вот как я тебе сегодня позвонил. Помнишь, у вас была ночь, мы не смогли это. И я потом позвонил Самандару. Он поднял трубку. Я говорю, эй, два вопроса. Какой твой вес и есть ли у тебя травма? Он там сказал, его вес я уже не помню, но он говорит, нету травмы. Я говорю, ты готов драться? Он говорит, да. Я говорю, все. И я говорю, через 8 дней сможешь драться? Он говорит, да. Потом мне Раджабали позвонил. И мы с ним обговорили все. И начали собирать документы. А Самандар был в России, по-моему. Да, да. Начали собирать документы. И там очень много нужно документов собирать. Начиная из медицинских, заканчивая автобиографией. Короче, много чего нужно там заполнять. Быстро-быстро все сделали. Он полетел. Ему билеты купили. Эта организация полетела. И день весогонки. А его соперник за 3 месяца знал, что этот бой будет у него. Ну, не с Самандаром, а другой соперник. Я не знаю, в килограммах, но он 7,5 паундов был этот, больше, чем вес. Ну, по-моему, насколько я помню, на 3,5 кг он был, по-моему, или на 4 кг он был. Ну, да, вот, 7,5 паунда. А у Самандара было 8 дней. И он сделал вес. Вот что значит, когда человек голоден, и он хочет этого. Когда возможность тебе дают, ты его за горло берешь, хватаешь, я его не отпущу. И он принял бой, финишировал в первом раунде соперника. В общем, нам было сказано, что сделайте визу, и мы дальше поговорим. Так как, чтобы вы знали, для UFC, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, вот эти все страны, Азербайджан даже, да, они знают, что это флаг, что это другая страна. Но, в общем, большая картина, для них это Россия. То есть русскоязычная аудитория. Они это называют Россией. Это русские ребята для них, понял? Поэтому ему, как я понял, показалось, что это, ну, русским сейчас не дают визу. Тяжело российским гражданам получать визу. Я не знаю, почему, но это так. И поэтому, говорит, как только он получит визу, мы поговорим. Знаешь, поэтому мы сейчас, в данный момент, работаем над визой Самандара. Раджабали, опять же, он нашел спонсора, чтобы спонсировали расходы визового процесса Самандара, американской визы. И вот сейчас мы этим занимаемся. Это занимает время. Это не быстрый процесс. Миша Аллах, как только получим визу, я надеюсь, что у нас будут хорошие новости. Я в этом... У меня хорошие предчувствия. То есть Самандар Муродов уже стоит на готовых визу получит, и он приедет в Америку, наверное, скорее всего, он будет драться в UFC контендер, да? Или сразу есть возможность его подписать, как в ВОИХА. Давайте подождем. Придет время, и потом сделаем вот так еще один интервью, и мы все расскажем. Давайте. Я знаю одного человека, он политик, я его имя не буду говорить. Он говорит, не говорите гоп, пока не прыгнули. Поэтому давайте мы не будем это делать, но я как сказал, у меня хорошее предчувствие. И мы уже занимаемся этим. Просто знаешь, вроде бы парень дрался рот в UFC, дорога в UFC, победил, да? То есть логики... Я объясню, я объясню. Для тех, кто хочет понять, зайдите на... Я не люблю шердогом пользоваться, есть другой сайт, называется Topology. Topology, знаю. Это самый аккуратный сайт в этой индустрии, самый четкий, информативный. Заходите туда и забейте Сергей Спивак. Выйдет его последний бой. Или напишите Дерек Льюис. Выйдет его последний бой. Дерек Льюис с Сергеем Спиваком дрались в начале февраля. По-моему, 4 февраля было. И там нажмете когда, и там покажут весь кард, турнир. Там вы увидите очень много японских бойцов, корейских, китайских бойцов. Азиатов. Азиатов. Там сделали 16 бойцов в каждом дивизионе. 61, 66, 70 и 56 килограмм. 4 весовой категории. В каждой весовой категории 16 бойцов было. В каждой. Они это Грам-при сделали. UFC. И они... В Сингапуре это началось. В Сингапуре было 2 турнира. Рот UFC 1 и 2. 2 турнира. Потом в Абу-Даби было еще 2 турнира. Потом здесь финал был. В Америке. 4 февраля. И вот из этих 16 бойцов. В каждом дивизионе по 2 бойца получили контракт UFC. В некоторых по 1. Но. Но. В июне, когда в Сингапуре был турнир. Там тоже дрался мой один боец. Получезловец. Англичанин. Получезловец. Англичанин. И он. У него тоже самое было как у Самандара. Showcase fight. Не Грам-при. А Showcase fight. Просто. Простой бой. Понял? Потому что там было по 4 боя. Они хотели еще один добавлять. Чтоб 5 было. Да? В турнире. И там. Я же говорю. Все остальные. Целый Грам-при проходят. Чтоб контракт UFC получить. Понял? Финал был здесь в Лас-Вегасе. Или да. Или нет. Знаешь. Самандар. У него есть потенциал стать чемпионом UFC. И это Али Абдель Азиз тоже говорил. Посмотрел его бои. Когда он дрался за титул чемпиона Eagle FC. Мы с Али вместе смотрели этот бой. И Фаридуна Адилова тоже бой мы вместе с Али смотрели. Поэтому. Он знает этих бойцов очень хорошо. И он знает их уровень. Да. Могли бы дать контракт. 100%. Но видишь. Завижу. Сделали причину. Но мы это решим. Эту причину. И вернемся сильнее. Иншаллах. Он еще молодой. Он еще очень молод. У него есть время. Пусть. Я с ним говорил недавно. Я говорю. Не расстраивайся. Не думай. Тренируйся. Ничего страшного. Знаешь. У каждого бойца есть какие-то травмы маленькие. Я говорю. Лечи свои травмы. Чтоб когда ты вернулся. Ты будешь занятым. У тебя не будет время. Много будешь драться. Ну а пока вот сейчас делаем визу. И мы вернемся скоро. У Самандара много аргументов. Вот просто он визу получит. У него очень много аргументов. Чтобы его подписали. и все. Даже. Да. Да. Он один из топовых талантов в этом регионе. И включая Дагестан. Чечня. Ну. Это регионы, где много бойцов оттуда. Я думаю на английском. Говорю на русском. Говори на таджикском. Там есть хорошая школа ММА. В этих странах. В республиках. Когда я говорю Самандар, я имею ввиду Средняя Азия, Европа и вся Россия. Это один из топовых бойцов в этих регионах. И никто не может, не сможет это оскорить. Это правда. Поэтому. Его время придет, Нишала. 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 Передолжим, давайте пойдем дальше. Ты, наверное, в курсе знаешь. Впервые на территории Средней Азии первый UFC GEN открылась в Таджикистане. Вот. Нигде еще в Средней Азии пока что нет. Но я слышал слухи, что в Ташкенте хотят открыть. Тоже. Вот. Брат, скажи, пожалуйста. Есть ли такой предпосыл? Допустим, вот сейчас ты подписал Лоиха, Нурло уже подписаны. Там Самандар на подходе. Я уверен, что там еще у тебя сюрпризы с Муином. Тоже ты готовишь. В этом году только из Таджикистана, по моим прогнозам, как минимум 4-5 бойца должно уже получить контракт UFC. Вот. Учитывая, что 4-5 бойца из Таджикистана. Три-4 бойца из Казахстана. Два бойца из Узбекистана. Допустим, это уже огромный контент. Еще не говоря о том, что громадина, да, там бойцов, огромное количество бойцов из России. Есть ли, так скажем, возможность или есть ли желание у UFC провести свой турнир где-то на территории Средней Азии? Потому что у Таджикистана есть все возможности этот турнир провести. Потому что мы уже провели чемпионат Азии в Таджикистане на высшем уровне, да, там. Как ты сам думаешь, это возможно? Я не был в Душамбе с 2016 года. Там, вот эта арена, где провели чемпионат мира, сколько там людей помещаются? Слушай, насколько я знаю, там, если грамотно все выставить, где-то около 10 тысяч, около 10 тысяч, может меньше. Насколько мне известно, чтобы UFC провел турнир, арена должна поместить минимум 15 тысяч человек. Но я могу ошибиться. Но, если, насколько я помню, в марте, нет, в апреле 2020 года должен был пройти турнир в Казахстане. Мираб Двалишвили с Марлен Морайс. Насколько я помню, я могу ошибиться насчет Мираба, но там должны были сделать турнир в Алматы. Все было сделано, все было готово, но пандемия отменила эти планы. У UFC были свои планы в этих регионах войти и начать ездить туда, знаешь. Но вот так как пандемия началась, они это не сделали. Но сейчас, видишь, они обратно начали езжать. Вот Австралия недавно было. Вот я 8 марта полечу в Лондон. Потому что 18-го будет турнир UFC. Я туда поеду с Камару, Джастин Гейджи и у нас двое еще. Марвин Витторий и Роман Далидзе берутся. Я за 10 дней из-за турнира полечу, да. Там, смотри, вот в Лондоне делают, начали ездить. Я думаю, скоро тоже опять они вернутся к этим планам, чтобы поехать в Среднюю Азию. И я думаю, Казахстан это один из самых больших стран, республик Средней Азии. И так как у них уже были планы, я думаю, они туда в первую очередь пойдут. Но кто знает, может если будут у нас, соберутся 5-10 таджикских бойцов, пару из них войдут в топ-15, шума наведут там. Конечно, конечно. UFC никогда не дискриминирует. Ты черный, белый, желтый, красный, синий, им все равно. И так же и со странами. Они в России были, они в Европе были, они везде были. Поэтому всему свое время. Время придет и туда поедут, миша-аллах. Миша-аллах. А про зал UFC в Таджикистане, мне Лойк сказал, он мне описал, какой это хороший зал. Все на высшем классе, на высшем уровне. И все новое, говорит, там все чисто. Сотрудники там очень такие вежливые. В общем, все на высшем уровне, да. Этого я и ожидал от Дельшода Джураева и его команды. Эти ребята большие молодцы. Я знаю, что они, какую работу они проделали, на самом деле, в любительском ММА. Сейчас мы знаем, что Таджикистан как минимум входит в топ-3 лучших стран любительского ММА. Если не номер один или не два, то минимум в топ-3, знаешь. И это все благодаря их упорный труд, их работе. И большие молодцы. Я на самом деле горжусь, что Таджикистан показывает такие результаты. Я всем показываю. Ну, вокруг меня, с кем я сотрудничаю, одни профессионалы. Но я говорю, если мы достигли таких высот в любительском ММА, ждите. Скоро это будет там, в профессиональном тоже самое будет. Да, да, согласен полностью. Питал Джон, то есть, все-таки ты считаешь, что для того, чтобы этот турнир прошел в Таджикистане, потому что я почему считаю, что этот турнир должны провести в Таджикистане, да, UFC. Fight Night будет это, или, не знаю, номерной турнир. Навряд ли номерной, наверное, Fight Night будет. Потому что у нас есть прекрасный город. Мощный, так скажем, сильный лидер, мэр города наш, да, там, сын нашего президента. Многому уможаемый там, Устамима Мамали. Вот. И гостиницы пятизвездочные, высшего класса, арена высшего класса, да, там. Уже скоро, уже будет стадион открываться, да, там. Я думаю, что Таджикистан прекрасный город, но все-таки ты считаешь, что этого мало, да, все-таки должны быть как минимум 3-4 топ-15 или топ-10 бойцов UFC, чтобы провели турнир в Таджикистане. Потому что, насколько я знаю, вот в Абу-Даби и в Дубае же нет уже этих самых, так скажем, бойцов местных звезд. Нет, Абу-Даби, нет, Абу-Даби это, вот как Лас-Вегас считается столицей, столицей боев. А, все, в этом плане. Бокс, ММА, Абу-Даби считается то же самое, но в том регионе, понял? Да. И, 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 и Энтони Джашуа второй бой тоже в Абу-Даби проходил, знаешь, это столица боев, брат, там, это нельзя сравнивать с тем, что, о, у них же нету бойцов UFC. Нет, они, просто этот рынок в том регионе принадлежит Абу-Даби, у UFC контракции есть. Поэтому, а так, не, я, я опять же, я могу ошибиться. Может быть, может быть, вот Лойк, Нуруло и, и, и скоро, допустим, если подпишутся Муин и Самандар, может они поедут в 23-м году. Никто же не знает, это, это, это индустрия, она очень непредсказуема. Здесь очень все быстро меняется, поэтому будем надеяться, я, 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 я бы с удовольствием поехал в Таджикистан, я в многие турниры хожу, почти все турниры, и, и я бы с удовольствием поехал в Таджикистан на турнир UFC. Вот едут же, едут же, UFC Лондон, UFC Абу-Даби, представь, UFC Душамбе будет. Да. Иншалла, один день, придет время, да. Да, да. Я знаю, что главное, что... Нужно показывать результат, нужно показывать нашим ребятам такой результат, чтобы UFC не смогли сказать нет. У них не было, не осталось выбора, понял? Да, да. Поэтому, будет все, иншалла, потихоньку. Иншалла, будет, будет, иншалла, тоже верю в это. Ждем новых и новых бойцов, Самандара, Муина, там очень много еще других, я думаю, что сейчас увидят наши интервью, замотивируются там молодых ребят. Ждем, брат, спасибо за интервью. Уминь, уминь. Сау-малейкум. Рахмад, родной.